Баден-Вюртенберг это родина знаменитых Мерседесов и Порше. Федеральная земля одна из 16 с 10 миллионным населением считается самой процветающей стране, а по своим инновационным возможностям ей нет равных во всем Европейском Союзе. В сложный период, который переживают российско-германские отношения, власти и деловые круги Баден-Вюртенберга не прерывают сотрудничество с российскими партнерами. В германской делегации, с которой сегодня встречались российские гости, во главе с Алексеем Уликаевым, почти три десятка руководителей известных концернов и фирм, в том числе КНАУФ, САП, Порше, Бош, Аэробус, многие уже давно представлены в России. Можно сказать, что немецкие предприниматели даже в условиях кризиса российский рынок терять не собираются? Абсолютно точно. Никакого исхода, как иногда сообщали, нет. Наоборот, мы видим и новые фирмы, которые интересуются российским рынком. Российские губернаторы, в свою очередь, наблюдают растущую заинтересованность немцев в сохранении российского рынка. Очень много инвесторов в сфере пищевого производства. Импортозамещение немецкой компанией охотно инвестирует. Это и колбасы, это и производство свинины, и другие производства. Поэтому я рассчитываю, что такие встречи, они крайне необходимы и нам помогут. Помогут для того, чтобы еще раз объяснить. Политика это отдельно, а экономика всегда являлась двигателем, в том числе и политики. У нас более 20 проектов реализовано уже с немецкой стороной. И вообще, вот за 5 лет последних у нас товарооборот более 9 миллиардов евро составил. Это наш главный партнер на европейском направлении. Алексей Улюкаев прибыл на встречу сразу после посещения флагмана немецкой индустрии завода «Мерседес». «Мерседес» не покидает российский рынок? Он не только не покидает, у него есть планы увеличить свое присутствие. Но и так не маленькое. Это совместное производство с КАМАЗом грузовиков, кабинное производство, производство двигателей. Мы обсуждали возможности развития этого проекта и выхода на рынки третьих стран с ним. Кроме того, есть проект автомобилей пассажирских, легковых, премиум-класса. Строительство завода в России? Строительство завода в России. Настроение, как принято говорить, капитанов немецкой экономики в пользу сотрудничества с Россией, не может игнорировать руководство Германии. Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер сделал в подздаме важное заявление. Никто не заинтересован в том, чтобы Россия в экономическом плане потерпела крах. Это не было бы вкладом в безопасность Европы. Министр выступил за постепенную отмену санкций по мере реализации Минских соглашений. Слова о каком-то крахе экономики российской делегации, конечно, воспринимают с усмешкой. Но готовность смягчить надуманные санкции – это позитивный сигнал. К сожалению, пока не воплощаемый в реальность. Владимир Кондратьев, Владимир Фомин, Игорь Боярских и Иван Кужельков. Телекомпания НТВ. Штутгарт. Германия.